Учитель. Учитель чего? Учитель французской мовы. Вы социальный педагог? Да точно. Богмелый, это мой коллега. А как вы тут уже обучаете? Чего вы в сборе взяли? Суббота в сборе, никто не говорил, чтобы идти сюда. А когда по факту привезли, уже одели обули, уже выхода не было. Вы учитель, вы знаете, что происходит сейчас в Украине? Вот на столичке, на чуть-чуть, потому что информация была ноль. Вы же учитель, но головой что-то? Головой я думаю. Вас как звали? Сокол Дмитрий Витальевич. Сокол Дмитрий Витальевич. Так что вы этим проработаете? Вы тоже не военный? Нет, не военный. В школе работаю, ремонт пообслуживанию, здание школы, слесаря. Слесарь. Как вы опинились тут? Так же самое. В субботу с работы позвонился в хоз, сказал, как на сборы собраться и приехать в военкомат. Никто ничего не знал. Ваши близкие знают, где вы? Нет, я сказал, на учениях. Вы знаете, что в Украине сейчас происходит? Ну, уже не слышали. Вас как звали? Волков Александр Викторович. Вы тут тоже в Горлевце мешаете? Так. Кем вы працюете? Сторожем. В технику. В технику. Боже, вы все освятяне, хай бог мило. Может, вы сейчас все из одной школы, или нет? Да нет, сразу не. Ясно. Зрозуміло. Теж. Так. Это воины. С***. Кем вы працюете? Что вы тут работаете? Сторож в школе. Сторож в школе. Ну, мы 42. В Кемняшке, да? Воевали раньше? Нас на сборы собрали, ну, потренировать и додому отпустили, а поставили воювать. А до этого воювали? Я был в сотой, я уже объяснял, я был в сотой дешант, на пятый год подписал контракт, я был с Абгаром. Как вы звали? Саренко Константин Олявич. Зведки вы работаете? Город Ждановка. Жданов? Это вообще в Украине? В Донецкой области. В Донецкой области. Кем вы работаете? Водитель. Водитель где? На шахте, потому что вы работаете. Вы же на шахте работаете? Вы тоже не військовый? Как вы опинились тут? Так же самое, вы звали на сборы, привезли, перевезли, перевезли, сказали, что на 3-5 дней, и притоковый. Я понимаю. Кравцов Роман Юрьевич. Зведки вы родили? В Место Горлевка. Место Горлевка. Вы тоже не військовый? Не військовый, не служил, не воював. Кем вы работаете? Социальный педагог в школе. Социальный педагог в школе. Хай Бог миле, кого не отправляют. Социальный педагог. Украинский, как говорят, не соревно против своих родителей. Как вас зовут? Запорожье Сергей Реоревич. Проживаю в селище Панталимонівка, Место Горлевка. Не військовый. Працюю в школе учитель. Працюете в школе учитель? Добавляйтесь, они все говорят, это украинцы, это наши. Это наши, они мясо штовхают. Вас я назвал. Кайсин Роман Иванович. С кем вы працюете? Мастер производственного обучения. В техникуме? Да, училище. Вы тоже освятянин. Вы воювали ранее? Нет, я даже не служил. Как вы потрапили сюда? Вас примусили? Позвонили, сказали... То есть вы пришли по звонку. Вас с силой не тягли. Позвонили, сказали с вещами. Прийти, мы пришли и вот все. Сказали на три дня, на пять дней. Так, вас как звать? Коли, Коли, Александр Сергеевич. Вы кем працюете? Вчитель. Вчитель, чого? Сейчас российская. А были? Украинская. А были украинская. Это вы в оккупации, вас перейшли на российскую. Украинская там вам не потребна. Говорите хорошо. Добре говорите. Вы в армии служили? Маете опыт? Нет, нет. Вас тоже просто засунули в оккуп? Ну, директор сказал так. Директор школы сказал? Ну, сказал в обовязковом порядке появиться на мобилізацію. Тих, кто уху... Піддані. Чи не мы законодавством Денеревського. Я зрозумію. Вас як звати? Харунжий Илья Анатольевич. Ви звідки родом? Горловка. Не хвилюйтеся. Ви вже в безпеці. Розкажіть, ким ви працюєте? Як ви опинилися тут? Я работаю руководителем Кружка. В Центрі Детского Творчества. Ви з дітьми працюєте? Так. Ви гурток ведете? Так. В який гурток ви ведете? Компьютерна інформація. Компьютерна інформація. Як ви опинилися в окопі з зброєю в руках проти України? Позвонили, сказали, що треба з'явитися в воєнкомат. І взагалі нічого не об'яснили. Ви маєте якийсь військовий досвід? Ви з автомату раніше стріляли? У меня білий билет. Я ні разу не був. Чому ви пішли з команди? Чому ви не втекли? Потому, що потім мог би лишитися роботи. Ну, краще роботи лишитися, ніж життя, напевно, да? Ну, як нам сказали потім, ми повинні були 3-5 дні просто відстояти, пропустити пару машин і все. Я зрозумію. Добре. Ладно. Ну, я думаю, вже пояснювати не треба, що відбувається зараз в Україні. І що робиться навіть, яка прикривається вами як гарматне м'ясо. І вам ще дуже пощастило, тому що ви тут. І ви вже в безпеці. Вас зараз нагодують. А ваші товариші, ото кілька десятків, отам вони в багні залишаться лежатим. Комусь потрібна медична допомога зараз. Є поранені, травмовані. Все нормально, так? Ви дуже булять. Ну, це трошки потерпити. Це вже недовго лишилося. Ви будете живі бути. Головне, що ви живі. І у вас є шанс побачити вашу родину. Я думаю, ви цього хочете. Тому спокійно співпрацюємо. Я вірю. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Перший крок зроблено.